Сегодня на сервер наконец-то был добавлен остров Пафоакриния с проходящей на нем тысячелетней войной между Пафо и Крио. Данный контент доступен игрокам начиная с 58 уровня. Приключение рекомендуется начать с выполнения квестовой цепочки Эпоха океана Пафоакрия, которую можно найти в разделе рекомендованных заданий. После выполнения первого этапа откроется дневник кочевника Храмуты. За выполнение второй главы дневника игрок получит свиток метаморфозы, который позволит превратиться либо в Пафо, либо в Крио. Это нужно для возможности взаимодействовать с НПЦ непосредственно на Пафоакринии. Так что осталось только решить фр или кик. К слову, каждый день на трех случайных каналах после специального оповещения будет начинаться война между этими кровожадными созданиями. Добавлено сбруи Ильис и Крагдалора для Осликов. Комплект такой сбруи позволяет получить баф на бонус к ремесленному опыту. В игру добавлены доспехи Черной Звезды. Как и для основного оружия, для создания брони потребуется След Разлома и Знание Медия-3 Кузнеца, которое, свою очередь, можно получить за выполнение одноименного задания у НПЦ Тульлем. Также игрокам потребуется специальный предмет – Энергия Призрака, который можно выбить в различных локациях. Списк на экране. Добавлены новые имперские печати с обновленной наградой за них. Теперь босс-шмот можно переплавить в концентрированную энергию призывного монстра – предмет, необходимый для создания оружия Черной Звезды. Два календаря добавлены с сегодняшним патчем, для новых и вернувшихся игроков соответственно. В честь открытия сезонного сервера с 25 июня, игрокам станет доступен специальный календарь с наградами. Уже в процессе монтажа появилась свежая новость – с 30 июня будет несколько изменено расписание респа босса. Самое важное, что теперь Вэлл будет появляться еще и в среду – в 23.00. Сроки окончания данной акции не указаны. Летний сезон продолжается, и разработчик нам об этом напоминает новыми ивентами. Вплоть до 7 июля, за нахождение в игре до 120 минут, игроки будут получать ценные призы. Свитки на опыт, свитки с боссами, свитки удачи и нет не свитки, а камни крон. Также во время охоты можно будет выбить черную жемчужину фугара, которую игроки смогут обменять на предметы для усиления на сезонном сервере. Появление Пуфуакрини не смогло состояться без связанных с этим островом ивентов. Найдите спрятанных ГМов и получите в награду свитки с фейлами. Искать предстоит как на острове Пуфуакрини, так и в Грандине, порте столицы Камасильвии – Граны. В рамках второго ивента игрокам каждый день будут выдавать специальный серп Забио в количестве трех штук. С помощью него можно добыть камни крон из жемчужных моллюсков в подводной пещере селения Выдор на Пуфуакрини. Третий ивент продлится до полуночи 6 июля и предложит игрокам выполнять на выбор ежедневные задания от снабженца Пафу или Крио. Игроки получат награду свитки удачи, а также специальные монеты одного из двух видов, в зависимости от выбранного снабженца. В два этапа эти монетки будут подсчитываться – 30 июня в час дня и 7 июля также в час дня. После подсчета монеток игроки, выбравшие сторону, получившую меньше данных монеток, смогут чуть дешевле обменять их на различные призы. На этой неделе в магазин подвезли новый костюм на Страйкера и Мистика за 1200 жемчуга отдельно или в специальном наборе за 1649 жемчуга, включающим в себя помимо костюма еще и месяц премиума и на выбор либо 15-дневный свиток Убывающей Луны, либо благословление Камасилии. За 714 жемчуга в течение двух недель можно будет приобрести набор путешествия с выдрами. Он включает в себя, вот тут неожиданно, двух выдор, а еще горничную на выбор и свитки удачи, ну и всякую мелочь за дополнение. В продажу поступил набор «Летний сезон» за 1500 жемчуга. В него вошли 15-дневный набор Убывающей Луны, 16 слотов инвентаря, плюс 300 ЛТ к переносимому весу, лошадка 7-го ранга, 30-дневный свисток для лошади, свитки с опытом и синий кнут. К слову, 300 ЛТ также поступили в продажу отдельно за 1400 жемчуга. Набор «Обмен кардероба» поступил в продажу. В нем вас ждут холуинский костюм, месяц премиума и на выбор 15 дней свитку Убывающей Луны или благословление Камасивы. А еще для покупки доступен набор «Мой ручной монстр», в котором игроков ждет сундук со случайными лимитированными питомцами от 1-го до 4-го ранга, а также привидение. Цена составит 672 жемчуга. На этой неделе в продажу поступил костюм мореплавателя на страже. Цена 1200 жемчуга. И на этой неделе действует скидка 20% на пробужденный костюм для мистика. На этом с новостями БДО вроде бы все. Если ролик вам понравился, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и прожать колокольчик. Это поможет в развитии канала. А я буду с вами прощаться. Спасибо за просмотр, удачи и до встречи на стримах и в новых роликах.